Хорошо, друзья, давайте, у нас ровно час, потому что вечером еще служение, вопросы по существу, если есть, пожалуйста, есть, если нет, то то, что у нас накопилось, мы с огромным удовольствием поделились. Поехали. Итак, первый вопрос. Как оставаться в вере, это мы разбираем Украину, в служении и не ввязываться в войну, как минимум информационную и, как говорят, политическую? И нужно ли не ввязываться в какую-то войну? Ну, прежде всего, кто-то говорит, я лично, это моя позиция, вы можете соглашаться, нет, это позиция безответственных, трусливых и крайне религиозных людей, потому что речь идет сейчас не о гонении на христиан. Многие люди путают военные действия и гонения за христиан. Когда ты по убеждениям, как христианин, преследуешься к гонениям, там написано врагов благословлять и все остальное. Здесь идет война против твоего народа. И здесь должна быть какая-то и патриотическая, и гражданская ответственность. Жен насилуют, детей убивают, города бомбят, а мы свою голову прячем в песок, как страусы. Ну, должен сказать, что такая поза, она очень опасна в наше непростое ЛГБТшное время. Можно дать аплодисменты. Кто виноват в войне, которая происходит сейчас в Украине? Америка, Россия, Украина или другие? Или Испания, да? Вы знаете, это тоже вопрос, вопрос либо слепого, либо глухого, либо какого-то умолешенного человека. Откровенным образом Путин объявил войну Украине. Кто виноват? Кто объявляет войну, тот и виноват. Кто отдает приказ бомбить? Кто отдает приказ с землей сравнивать эти города? Кто дал приказ лицемерный до мозга костей борьба с националистами и с бандеровцами? Бандера вообще-то сидел в концлагере фашистском с 41-го до 45-го года. А президент, который 4 срока обнулил, он не нацист, да? Он патриот. И обвиняет ту власть, которая в течение его президентского срока выбирала вообще-то демократическим путем 4-х даже президентов. Я считаю, что, если коротко говорить, кто виноват, кто отдал приказ, тот и виноват. И я вижу здесь даже некоторые такие параллели. ВВП – это имя президента. А ВП – военный преступник – это статус. ВВП – нам часа даже много будет. Ну, коротко. ВВП – почему Бог допустил эту войну? ВВП – спроси Бога! Я что, Бог, что ли? ВВП – но все же у людей возникает вопрос, почему? Где Бог, когда происходят какие-то моменты? ВВП – Бог на небе. ВВП – и Бог царствует. ВВП – а мы творим на земле, что хотим, да? ВВП – а землю он кому дал? ВВП – сынам человеческих. ВВП – вот они творят таки. ВВП – и то. ВВП – недавно у меня была беседа, вернее, интервью с Евгением Тайцем. Кто-то знает его, нет? ВВП – не китайец, а тайец. Женя Тайц. ВВП – и он приблизительно вот эти все стандартные вопросы задавал. ВВП – а что? ВВП – Украина недомолилась? ВВП – Украина что? ВВП – не допустилась? ВВП – не доверилась? ВВП – или как? ВВП – почему это происходит? ВВП – опять же, тоже допустил. ВВП – я говорю, что Бог вообще-то сотворил творение свое со свободной волей, человеческий фактор, никто никогда не отменял. ВВП – когда на земле был Христос, это не украинские церкви, а Христос, Сын Божий, его отвергли. ВВП – и можно задать такой вопрос – что, Христос не домолился, что его выгнали со всех синагог? Что, Христос не домолился, когда его договорились его убить? И он плакал и смотрел на Иерусалим и говорил – Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать, кто виноват или как Бог это допустил? ВВП – ладно на земле, меня интересует, первая социалистическая революция произошла вообще-то не на земле, а на небе. И первая тварь, которая восстала против Бога, вообще-то это произошло на небе. И у меня такой же будет вопрос вам. Как это Бог допустил, чтобы сатана в лице Люцифера восстал против него? Ну что, там не домолились или как? До тех пор, пока существует право выбора и свободная воля, хоть у ангелов, хоть у людей политических, шанс выбрать зло или нарушить заповеди Божьи остается всегда. И в данном случае это выбор президента Путина. Это не выбор народа, это не выбор даже Верховной или не Верховной Рады, а Госдумы. А это, как бы сказать, неудовлетворенные амбиции несостоявшегося тирана, который вдруг вздумал восстановить Советский Союз, который Бог разрушил. И он наполняет чашу своей беззакония до конца. И мои прогнозы, чтобы уже понятно было. Как я уже сказал, что это преступление, не имеющее никакого оправдания. НАТО, Америка, это все ерунда. Если бы Путин хотел объявить войну НАТО, бомби Нью-Йорк. Бомби, пожалуйста, Францию, где стоят военные базы НАТО. С кем ты срочешь? Или там Пентагон бомби. Причем тут Украина? Это абсурд, лицемерие, ложь и вообще неоправданная логика этой войны. А все это приплетать, вот это все, крайних искать, я считаю, что это просто оправдание своей лжи, лицемерия и безумия. По моим прогнозам, Путина уберут свое собственное окружение, потому что он настроил против себя, не только мировое сообщество, но в первую очередь он настроил против себя элиту российского государства. Во-первых, миллионерам, которым сейчас всем этим миллиардерам, этим олигархам, извините, счета заморозили, это не пустяк. И они на него очень и очень злые. Во-вторых, генералы, которые пудрили мозги Путину и говорили, да мы эту Украину за три дня возьмем. И Путин им такие деньги давал, особенно этим ГРУшникам, которые должны были завербовать украинских чиновников или лидеров политических, которые бы должны были приготовить путь этим оккупантам, чтобы встречать со цветами эту армию российскую. И Блицкрик, три-четыре дня, и это будет страна взята. И когда Путина одурачили, и он заплатив такие огроменные деньги своему аппарату, своим генералам, и на тебе какой день сегодня уже? 77 лет назад был День Победы, а в 77-й день в Украине там не победа, а там просто позор. И после этого сейчас Путин в углу. Он уже сколько генералов посадил и убрал, где-то 13 или 14 антикремлевских олигархов Газпрома, где-то 4 или 5 самоубийства по домам происходит. А мужик в петле, жена застреленная и убитая дочь. Путин пытается сегодня мстить своим собственным генералам, олигархам за провал. Потому что то, что на 77-й день происходит в Украине, это позор и это голая задница, грубо говоря, Кремля. Это стыдно было. Он 9 мая планировал уже праздновать в Киеве, идти парадом. Украинцы свидетельствуют, что там, когда эти колонны этих оккупантов, этих советские войска, они расчехляли, там были парадные формы, мундиры, готовые уже к тому, чтобы праздновать победу. Нет, победа принадлежит Господу. И я скажу, что Путин уже проиграл. И дело времени, когда его уберут, его собственное окружение, потому что он всех уже вот так достал. Посмотрите на Шойгу, генерал едет на Дне Победы, о глазах вот так моргает. Так генералы не выглядят. Когда сидели пенсионеры, эти ветераны на этой трибуне, возле каждого ветерана сидел офицер ФСБ, чтобы не допустить никакой провокации. Человек, который живет в страхе, он долго не протянет. И мои прогнозы, как я уже сказал, они очень простые. Его уберет собственное окружение. Мы добавим новичка, чтобы не стало старичка. Ну, есть такая пословица, где-то гуляет, да. И когда Путин уйдет со своей арены, а ему уже пора, второго такого диктатора не будет. Поверьте, Лаврову сто лет это нужно. Вот так держать всю империю в своих руках. Шойгу, он уже отрапортовался. Второго такого тирана не найдется. А из-за того, что второго тирана не найдется, российская ветеринация распадется на 4-5 субъектов. Этот Дальний Восток отойдет в Китай. Сибирь может быть самостоятельно. Республика с такими запасами, с такими полезными ископаемыми, которые они постоянно отдают туда, в Москву. Они будут самостоятельно существовать. Питер отойдет к Европе, окно в Европу превратится в дверь, в Европу. Главное, чтобы не рифмовать дальше, не буду. А вот Москва, кем она будет, чем останется. Поэтому я вижу не Третью мировую войну. Кнопка красная. Я скажу, что развязать Третью мировую войну, если уж кто может, но только не стареющие и дряхлеющие, не состоявшиеся диктаторы. Я думаю, что никакой Третью мировой, никакой там ядерной кнопки, нужно даже, кто понимает, тот понимает, что доступ к ядерной кнопке, а то, что после нажатия красной кнопки, там еще 4-5 пунктов, которые обслуживают еще несколько человек, никто не позволит себе самоубийство. Привыкли к бомбежке Киева, Гарькова, и все. А вы на секунду только представьте, бомбежка Питера, бомбежка Москвы. К этому они не готовы, но если они доиграются, они обязательно это заслуживают, потому что это равнозначно. И поэтому я думаю, что даже русские люди, там, ведущие, им уже вот так достала эта вся безумная игра. В 90-х годах Советский Союз был разрушен де юре, но когда все рухнуло, сгнила система, республики разбежались, а Путин решил восстановить. Но Путин, на самом деле, он доведет крушение Советской системы, Советского Союза, до окончательного развала де-факто. Так вот, процесс де-нацификации и де-милитаризации Украины, как я уже сказал, успешно завершится процессом де-путинизации России и окончательным крахом Советского Союза де-факто. И народ российский вздохнет свободно, но что так жить нельзя. Всем церквам запретили касаться, даже со мной общаться. Вы представляете себе, а мне позвонил один Матюжов, по-моему, из Кемерова. Он говорит, Алексей, только из-за того, что мы с тобой просто поговорили, сейчас уголовное дело, сейчас ему штраф и чуть уголовное. Это что творится? Вы что, Советский Союз восстанавливаете? Считаю, это позор. Запрещено говорить слово война. Когда весь мир говорит война, нельзя говорить война. Тебя просто посадят. Вы что из людей творите, а? И потом говорите, кто? И еще оправдывайте эту систему. И когда еще Риховский заявляет там про какую-то любовь, которую, прежде всего, считают абсурд. Иисус Христос однажды сказал, берегите закваски фарисейской и иродовой. Фарисеи – это религиозное лидерство, а ирод – это Путин. Это как раз политическое. И когда они все вместе соединяются, Христос говорит, берегитесь оказаться в этом болоте. Поэтому, уважаемые друзья, это моя точка зрения. Я ни с кем ссориться не хочу. Я еще раз говорю, я в той системе был. Я знаю на своей шкуре, что это за система. И поэтому считаю, что, может быть, как написано, восстало новое поколение, которое не знало тех. И они считают, что это спаситель мира. Мой последний аргумент – бороться с национализмом, с бандеровцами, когда ты четыре срока обнулил, сидишь, вцепившись в президентское кресло. А это, как называется, с позиции демократического мышления. Вот это и есть национализм. Вот это здесь диктатура. Где демократия? Что, за полвека в России не возникло ни одного талантливого политика? Ни одного талантливого преемника? Да вы что? Я вот считаю, вот это диктатура, это хунта, которая уже на ладан дышит. Поэтому однажды мы День Победы над этой хунтой отпразднуем. Даже в Таревьехе. Вы косвенно уже сказали, давали ответ. Но что бы вы сказали пасторам, поддерживающим войну в Украине? Которые одобривают и которые умалчивают. И даже некоторые, как мы уже видели в видеопосланиях, они учат. У них вместо христианцентризма произошло другое учение. Что бы вы им сказали сегодня? Я бы им предложил вовремя покаяться, осмыслить свою систему и, по крайней мере, как минимум бы умолкнуть. Потому что за каждое праздное слово люди дадут отчет в День Суда. Мне их очень жаль, потому что продажная позиция, позиция продажных церковных лидеров, она заканчивается их поражением. И еще раз говорю, я бы им просто сказал, покайтесь. Если вы молитесь за своего царя, молитесь, чтобы Господь ему мозги вправил и вернул его на родину. Вот что бы я мог сказать. Хорошо. Может быть, у кого-то есть вопросы по поводу Украины и Зала? Вот микрофон есть. У вас же, пастор, есть и микрофон. Я хочу задать такой вопрос. Ну, такой вопрос, что многие люди говорят, ну вот есть политика, а церковь не должна, она никакие там свои оценки давать происходящим событиям. У нас есть одно мнение, мы должны как церковь служить только тому посланию, которое сказал Христос. Надо служить людям, любить людей. А то, что происходит там на Украине, там, это уже не наша оценка, это уже как политическая игра. Ваше мнение, должна ли церковь и люди в церкви иметь какую-то позицию, отстаивать ее? Или же мы должны быть патрикистами? Небесного. И что церковь свяжет на земле, то будет связано на небе. И что церковь разрешит на земле, то будет разрешено на небесах. Тот, кто так утверждает, он огорчает и оскорбляет Иисуса Христа. Почему? Потому что Христос не церковный лидер. И он не руководитель домашней группы. И он не лидер прославления. Он царь всех царей. А это означает, он имеет политический статус. Он занимается царями. И он сотворил этот мир. И он разбирается во всех вопросах. Физику он знает. Академики пусть пообщаются с ним. Он им расскажет побольше еще. Если говорить про врачей, он знает наш организм, потому что он сотворил организм. Если говорить про политику, сокращая, первое царство, первое государство было сотворено на небесах. А любое государство на земле это копия, более-менее копия того, что было на небе. И в политической жизни Христос разбирается в тысячу раз больше, чем нынешние вот эти вот люди. И когда вот церковь вот так говорит, они говорят, Господь, мы запрещаем Тебе идти на уровень нашего правительства. С какого перепуга церковь должна диктовать Христу, что делать или чего не делать. И издревле, когда мы читаем Библию, задача пророков, в чем заключалась? Пророки ставили царей, и пророки их убили. То есть институт духовной власти под названием царственное священство первичен. Институт политической власти, он вторичен. И Господь сотворил и первый институт власти, и второй институт власти не для того, чтобы между собой пересираться, или там сражаться, или уничтожать. Он сотворил этот институт власти, который называется царственное священство. Если цари делали угодное Богу, священники приходили и говорили, молодец. Если цари делали неугодное Богу, приходили пророки и говорили, и обличали их политикой. А чем отличаются эти правила? Народ выбирает правительство, а церкви пофиг, кто руководит гомосексуалисты, мусульмане или атеисты. Мы же туда не идем. А чем тогда мы отличаемся от любого другого сословия избирателей? Что церковь, значит, не голосует ни за кого? Значит, церковь не просвещает никого? Когда в церкви запрещается традиционная семья, и эти гомосексуалисты начинают воспитывать наших детей, мы говорим, мы в политику не идем? Это абсурд, это секта, это просто колхоз религиозный. Церковь должна все видеть, церковь должна слышать. Если написано, молитесь за начальствующих и властей, мы должны знать, чем они болеют или в чем у них преимущество. А это опять лицемерие, которое закрывает глаза. Когда Господь говорит, я создал институт политической власти для того, чтобы он прислушивался к тому, что делают священники. Ладно, это теория Алексея Новомировой, ты гонишь. Хорошо, читаем Деяния апостолов. Господь вывел Савла с уровня церковного влияния на уровень государственного. И он говорит, отделите мне Савла и Варнау на дело, которое я призвал. И куда они пришли? Они пришли в кабинет государственной власти. Сидел проконсул Сергей. Политика? Я спрашиваю, ребят, политика это? Проконсул. Конечно, представители государственной власти. И представители государственной власти возжелали послушать Евангелие. А мы говорим, не, мы политикой не занимаемся. Мы ей не занимаемся, а мы христианизируем политический институт власти. Потому что если там нас не будет, возле этих проконсулов будут колдуны, ведьмы, всякие вот эти вот там экстрасенсы. И фиг знает кто. И самое интересное, что когда проконсул Сергий пригласил, вот в чем церковь подло поступает. Они нас приглашают, а мы говорим, нет, мы не занимаемся, политикой не надо заниматься, а Евангелие Царства Божьего проповедовать. Во всех кабинетах политической власти мы имеем право. Это номер один. Чем закончилось это, вы сами знаете. Битва экстрасенсов в кабинете проконсула Сергия закончилась победой апостола Павла. Самое интересное, именно после этой ситуации Саввл был назван Павлом. Поэтому церковь будет иметь старые названия религиозные до тех пор, пока она не станет головою, а не попой нашего общества. Поэтому, извините, я специально сейчас вот говорю, чтобы это запомнилось, да. И когда политические лидеры принимают Христа, скажите, в стране поменяется что-то? Конечно, поменяется. Вот таким образом мы и влияем. Мусульмане идут туда для чего? Ну, чтобы закон шариата по всем фронтам пустить. Когда эти гомосексуалисты идут, они свою либерализацию на законодательном уровне пускают. А христиан нету? Извините, пожалуйста. Я считаю, что это предательство и это кастрация церкви в историческом уровне. На самом деле та церковь, которую Бог сотворил, она отвечает за все, что происходит в государстве. Соль земли и свет мира. Вот такой мой ответ. Нужно. Я цитирую Писание Матвея, 5 глава, 9 стих. Блаженны миротворцы, потому что они будут названы сынами Божьими. Хотелось бы, ваше мнение, функция и действия миротворца, особенно в это время. Ну, миротворцы. Если у тебя есть авторитет стоять между враждующими сторонами, пожалуйста, твори мир. Кто мешает? Если бы сегодня между Путиным и Зеленским нашелся какой-то миротворец, собрал их и сказал, Вы что, придурки, что ли? Давайте миритесь. И они помирились. Вот, что такое миротворцы. А когда просто со стороны, из кухни, диванная дивизия, знаете, когда вот на диване сидят, и тот, кто на диване сидит, он знает лучше всех, как войну вести, как побеждать, как наступать. Так вот, я не знаю, кто этот вопрос задает. Диванная дивизия или те, кто уже пытался встречаться с президентом, с премьер-министром, или как Саввул, встретился с проконсулом Сергием. Так вот, проконсул Сергий, он примирился с Богом. Миротворцы, сущность миротворцев не просто враждующие стороны принимать. Во-первых, примирить каждую из враждующих сторон с Богом. И тогда, когда они примирились с Богом, тогда намного легче потом встретиться и сказать, Ребят, хватит дурак, дурака валять. Вот о чем я с Путиным давным-давно бы хотел встретиться, но не хочет. 20 лет уже не хочет. А моя жена Ольга говорит, у меня пророчество, что ты с ним встретишься. Я говорю, ну на кладбище что ли? Ну же сколько времени проходит? Я бы хотел... Вот долготерпение. Я бы с удовольствием. Поэтому миротворцы, это прежде всего примиритесь с Богом. Если человек научился другого человека, враждующего с Богом, примирять индивидуально с Богом, невзирая ни на политические, ни на религиозные никакие, вот это уже называется настоящее миротворничество. А то, что происходит только по горизонтали, это дипломатия. Миротворничество и дипломатия, чуть-чуть разные вещи. Вопрос. Должен ли был Владимир Зеленский, президент Украины, сдать Украину, чтобы не было кровопролития? Если тебе угрожают отнять бизнес, должен ли ты жену свою отдать им в бордель? Ну тогда бизнес остался бы. Это подлость и предательство. Тебя народ избрал, чтобы ты защищал Конституцию. Почитайте обязанность президента. Защищать всеми силами свой народ, свои ресурсы и все. Да вы что? Ни один президент бы так не поступил. Конечно не должен. Продолжу в этом же направлении. Не полностью как бы сдать, а просто не вступать в НАТО, не вступать туда, не делать то, не делать это, а полностью пойти в союз с Российской Федерацией. Вы знаете, каждый... Вот как я... В своей судьбе переведем на другие рельсы. У меня в жизни, как вот в той сказке, я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. И от тебя кто там? Да. Я родился в баптистской церкви. И это тот же вопрос. Имеет ли право христианин, родившийся в баптистской церкви, уходить из баптистской церкви? Кто-то не уходит. Я ушел только потому, что я пережил крещение Духом Святым. Потом я возглавил Песиатническую церковь. Я там реализовал свои... Все планы. И руководство Песиатнической церкви увидело Алексея Ледяева и говорит, он нарушает все наши нормы. И мы его выгоним. Либо он должен уступить. И не входить ни в какие вот эти харизматические... Мы свободны. Мы в праве. Если переводить этот разговор на уровень демократического общества, никто не имеет права диктовать соседнему государству, куда входить, а куда не выходить. С какого перепугу? Демократия предполагает индивидуальность, суверенность, если говорить, и самостоятельность, и самодостаточность страны. Следующий вопрос. Считаете ли вы, что Бог помогает в это время Украине? Я считаю, что это самая яркая манифестация в то время, когда Америка предала Украину. Считаю, что Байден это предатель, который должен был помочь вообще в тот же самый момент со стороны Америки это предательство. Со стороны Европейского Союза это очередное предательство. Чем помогли? Да ничем. И на фоне вот такого глобального политического предательства Господь такие чудеса творит. Путин решил расколоть эту Украину, а на самом деле он сплотил. И все, что они делают, Бог доказывает, это мой народ, и вне всяких политических амбиций или требований я этот народ защищу и прославлю. Сегодня такая ситуация в Украине только из-за того, что Бог Украину сейчас как на историческом перекрестке рассматривает как ключевую нацию и мы защищены в этой в Прибалтике благодаря тому, что вы этот удар на себя взяли. Благодаря тому, что Украина на себя взяла этот страшнейший удар. Очень многие окружающие, включая Польшу, они сейчас в безопасности. То есть вы сейчас платите цену во-первых за безопасность окружающих стран, а во-вторых за свое прекрасное будущее, которое сам Бог восстановит и благословит. Поэтому сто процентов. Нынешняя ситуация в Украине это Божья рука, Божья милость, Божья защита. Еще вопрос есть по Украине? Если нет, мы перейдем к следующей... К Испании. К Испании доберемся. Хорошо. Да, пожалуйста, микрофон. Не-не, в микрофон. Если церковь молится, провозглашает, она против войны, милосердствует. Не очень понимаю, что церковь должна выйти на митинги. И как еще действовать церкви против войны, против военных действий? Мы еще раз говорим, что каждому, каждому лидеру христианского сообщества Господь дает свою стратегию. Наш опыт, наш опыт, когда мы в 90-х выходили из Союза, мы все были на площади. Им на площади провозглашали. Я стоял на Домской площади, когда танки в 90-м году из Литвы шли в Латвию. Когда помнишь, Советский Союз хотел удержать силою эти страны. Я стоял на площади, и я как пророк заявлял стране, в какой ситуации мы находимся, и говорил, что коммунизм это апогей шизофренического безумия, достойный презрения небесного и общенародного. И мы здесь стоим, там у нас тысяч 10 на площади стояло, я говорю, давайте поднимем руки и будем молиться, и пусть Латвия покаяться во всех грехах, чтобы на основании смирения Бог мог нас защитить. Смотря что в основе протестов. Когда я смотрю, есть протесты грамотные, оправданные, имеющие результат, а есть просто какая-то тупая энергетика БЛМ, которые стоят и кричат слава Украине, и пошел российский корабль, куда, не помните? То есть мы как церковь. Я категорически против вот таких. А если Дух Святой вам дает инициативу, как протестовать, мы же протестантское движение, делайте то, что вам Бог сказал. И не подсоединяйтесь с бездуховным этим провокатором никак. Мы как церковь можем выходить на митинги, молиться и провозглашать. Обязаны. Я говорю из нашего опыта. Мы против ЛГБТ выходили. Мы выходили против вот этой советской чумы. И все нас знают. Поэтому ненавидят. Написано блажен, кто возвышает голос свой за истину. В другом месте написано и приткнулась правда на площади и истина не может войти. Искал я человека, Бог говорит, искал я у них человека, который бы стал в проломе за эту землю и не нашел. Потому что они все объяснили, мы в политике не занимаемся. А Бог ищет этих людей. Но хотелось бы, чтобы эти протесты были духовны, грамотны и помазаны. Протест основанный на защите Конституции и при помощи Божьей. Это оправданный протест. А протест, который нарушает законы, громят там эти магазины, сжигают машины, это бред полный. Как во время Байдена БЛМ устроили. Это дьявол все делает. Поэтому протест протесту розами. Хорошо, переходим к направлению церковному. Три основных качества лидера. Симпатичный должен быть. Как вы или как я? Как он, как Влад. как он? Ладно, уступил. Но мне кажется, в этом плане человек должен знать сам, кто он. Это называется рациональная самооценка. Если я не музыкант, зачем мне садиться вон туда? Если я не спортсмен, зачем мне туда идти? во-первых, знать свое место под солнцем и знать, кто ты. Это номер один. Номер два. Даже зная, что ты пастор или лидер, ну, к примеру, духовный, ты должен знать свой локейшн. ты должен знать свое место. В чужих санях даже самый талантливый лидер дурачком будет. Он будет мучиться, потому что он не на своем месте. Знать себя, самоопределение, знать, куда твой талант или твои дары Бог хочет поместить. Даже я говорю про города. Не в каждом городе ты можешь служить. есть города, которые тебя примут, есть города, которые тебя будут отталкивать. Я, например, абсолютно убежден, что дух человека и дух города они взаимодействуют и если дух города он соединяется с твоим духом и город тебя принимает, то вот здесь ты как лидер сможешь служить. Это второе место. Знать свое место под солнцем. И номер три. На мой взгляд строительство команды должно идти без принудительных и насильственных мер. Строительство команды должно быть точно так же комфортным, естественным, по Божьему указанию, как Иисус говорит, из тех, которых ты дал мне. Даже если ты лидер талантливый, и даже если ты находишься в правильном городе, второе, три, не надо за шкирку кого-то тащить или подкупать. Давай, сколько сегодня талантливых людей, которые понабирали себе, фиг знает каких там помощников и потом страдают, а Бог говорит, я тебе их не давал. Точно так же, как я тебе дал дар, точно так же, как я тебе дал локейшн, я тебе дам людей, которых ты, но которые с тобой, которым с тобой будет легко, комфортно и прекрасно. Как минимум этих три. И люди, которые продолгать терпение, кто дождался, когда Бог дает человека, это вообще не надо ничего париться, не надо доказывать ничего. Он тебя с полуслова понимает. Вот где-то три качества. У нас 20 минут осталось. Как сохранить Божьи принципы в современной церкви? Об этом пастор Алексей час назад проповедовал. Искусство самообладания. В чем нуждается сейчас церковь? Если говорить о церкви, что такое церковь? Когда говоришь церковь, ты что имеешь в виду? Украинскую, испанскую, американские мегацеркви, православную, лютеранскую, о чем речь идет? Говорим о протестантских церквях в Европейском Союзе. О каких протестантских? Так вот, те протестантские церкви, которые перестали протестовать, они уже не протестантские. Очень шикарный ответ. По-моему, можно дать аплодисменты за этот ответ. Это, знаете, как ты свыкся с комфортом, все у тебя налажено, у тебя нет вызовов, и твоя вера, как бы, как в там мумия, где-то там лежит, и максимум она использована для того, чтобы, ну, давайте прославим, давайте поднимем руки, давайте зааплодируем. А где воскрешение, а где изгнание, а где исцеление, а где чудотворение, а где вообще встреча, реальность, как, когда вспоминаешь некоторых свидетельств людей, да, ну, или сам свои вспоминаешь переживания, ты пережил встречу с ним, не просто мурашки, а встречу с ним, ты смотришь на эти безумные глаза, у него в кармане ничего нету, а он, говорит, готов весь мир перевернуть, он верит, что он с Германии дойдет до Испании без денег, у нас два брата едут, так вот, второй день, или третий, но сегодня будет вечером, а шаман так и не дошел, а шаман не дошел, а они дойдут, когда церковь не растет, что делать, почему нет роста, как вы считаете, или всегда ли должна расти церковь, я, например, на эту концепцию смотрю критически, мы все рождаем подобным нам людей, до тех пор, пока Бог видит, что лидер церкви является добрым пастырем, от которого будут рождаться добрые представители Царства Божьего, это благословение, а если он жулик, а если он уже устал, а зачем рост церкви нужен для человека, который аферист, по Украине, извините, не будем говорить, росла, 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 росла церковь и шандарах, на чем был этот рост обеспечен, я, когда слышу о росте церкви, вы знаете, когда погоня за цифрами становится важнее, чем погоня за откровениями, то это уже опасный синдром, когда евангелизация превращается в агитацию, христианизация в какую-то пропаганду, это страшно, когда пастор говорит, 10 человек за неделю должны притащить сюда, я этого не понимаю, это уже бизнес-проект, когда ты уже требуешь, это очень тонкие вещи, людей можно загнать, легко загнать в церковь, подкупить, когда вход в церковь через благотворительность, жрать хочешь, да, иди сюда, покаешься сначала, а потом мы тебе, вы сами знаете, каким образом сегодня изощренные приемы евангелизации, я понимаю, благотворительность на своем месте, евангелизм на своем месте, но когда это превращается уже чисто в погоню или в соперничество, сколько у тебя? У меня 800, а у меня 900, а у тебя 3000, а у тебя 200, о, нищеброд, это бред полный, я считаю, что рост церкви, это зависит не от человека, а зависит от Бога, который смотрит на человека, и который видит, уютно ли будет этим людям, его людям в твоей церкви или нет? Вот мега церковь, вот тебе 30 тысяч, Джо Лостин, офигенная просто церковь такая, но там запрещено говорить о грехе, там запрещено говорить, что аборт это грех, развод это грех, что алкоголизм это грех, и все, Хилсонг в этой самой, вашей, в Киеве у вас, там, Хилсонг в этом, в Лондоне, наши ребята пошли, закончилась молодежная конференция, барная стойка, молодежь бухает, ну мы понимаем, окей, добро, добро пожаловать, Библия говорит, что широкие ворота и пространен путь, в христианском плане тоже, и туда идут многие, а узкий путь, начни говорить о грехе, начни говорить о святости, начни говорить о стандартах Божьих, от тебя отвалит половина, так мы за большинством или за Евангелием? Мы за Евангелием. Можно? Роль священства Нового Завета или какое священодействие в Новом Завете? Еще раз. Роль священства, царственное священство, люди взяты в удел, роль священства Ветхого Завета и Нового, какая разница? Что остается с Ветхого Завета в Новом или полностью уничтожается институт священства Нового Завета? Не, не, не. Я думаю, что как Иисус Христос, смотри, Иисус Христос сказал, исследуйте Писание, ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне. и это Христос сказал, когда Нового Завета еще вообще не было. И Он говорит, изучайте, там на каждой строчке, в каждой страничке про Меня написано. Если говорить про священство, то существует уникальный статус священника, хоть Ветхого, хоть Нового Завета. Какой? Священник, это посредник между Богом и человеком. Священник, это человек, с которым Бог говорит и говорит, передай это людям. Чем отличается этот статус? Хоть в Ветхом Завете, хоть в Новом Завете, хоть в Ветхом Завете, хоть в Новом, Бог ищет человека, Бог им доверяет, Бог открывает свои стандарты. Методология, может быть, другая, но статус и, как сказать, само служение священства, оно одно и то же. Этот мир должен слышать голос Божий, этот мир должен знать волю Божью, этот мир должен знать правду Божью и кто-то эту правду должен озвучить или представить. кто? Священники. В принципе, вот так. Пожалуйста, вот еще. Леди ферст. Ну вот говорят, веру по наследству не передашь детям. Если подросшие дети старше 20 лет открыто уже живут, мальчик с девочкой, там, девочка с мальчиком, как в семье сказать, запрещено, потерять отношения, боишься? Как правильно аргументировать, не потеряв отношения с детьми? Хороший вопрос. И в этом вопросе мы уже слышим очень опасный синдром кризиса современной церкви, где христоцентризм ушел в сторону и вместо этого пришел гуманизм. Католики даже говорят, дайте нам ребенка до 6 лет и он на всю жизнь будет нашим. Это не проблема даже мира окружающего и, как вы говорите, воспитывая ребенка, не потерять отношения. Ну, чуть раньше бы начать вот это воспитание, да? Чуть-чуть раньше бы, а? Прежде чем этот ребенок ушел туда, я скажу, что ребенок будет делать не то, что ему говорят родители, а то, что они дома видели. И мы это никуда не... Борьба, она была и она всегда будет. Либерализация, которая сегодня происходит, конечно, сумасшедшая. Мне даже вот друзья говорят, что, ну, вот эти все, во-первых, это воспитание есть, особенно в западных школах, там еще, может быть, нет у нас на родине, но в Америке уже пропагандируют сексуальное воспитание для сексуально несозревших детей. И это дьявол вообще делает сознательно и умышленно. Девочек раздевают, мальчиков раздевают, говорят о мастурбации, там все такое. Специально целая система, чтобы совратить. Мало того, они говорят, ну, то, что родился мальчиком, не означает, что ты мужиком будешь, и то, что ты девочкой родилась, это не означает, что ты будешь женщиной, и они начинают пропагандировать смену пола. Я вот говорю, с какой катастрофой мы столкнемся рано или поздно. В Америке это просто, ну, все трагедия. В Германии это трагедия, в школах это происходит на каждом углу. И многие переходят сейчас на, ну, как бы сказать, частное воспитание. Мы живем в этом мире, и поэтому мы должны от рождения. Я, например, благословенный человек, из-за того, что за меня родители молились до моего рождения, меня Богу посвящали. Когда мы спохватились насчет морального облика ребенка, когда он уже нам рассказал, что у девочки подруга, подружка, и они там гуляют, или когда мы спохватились. Я считаю, что в любом случае, даже если в вашем случае, что у них уже такой образ жизни, стоит ли говорить? Конечно, стоит. Конечно, стоит. Но прежде, чем говорить, надо молиться, потому что, когда Дух Святой начнет над детскими мозгами работать, это намного эффективнее мера, чем наша вот этот воспитательный тонус. Я немного дополню. Как бы самое важное не просто сказать или запретить, а еще важно, чтобы этот ребенок знал, что он все равно будет принят как тот блудный сын, который мог уйти, вот она выбрала такой, или он выбрал такой образ жизни идти. И если он знает, что его все равно любят, не любят то, что он делает, но его любят, у него будет шанс быстрее как бы измениться. Это очень сложный такой пикантный момент, где каждый отдельный случай имеет свои индивидуальные ключи. Можно вопрос? Пастор Алексей, есть, например, сегодня мое наблюдение, что есть видимый факт покаяния человека. Почему сегодня так мало людей, которые принимают Христа, они остаются бесплодными? Я имею ввиду в плане том, что плод покаяния его нет. есть видимый акт, человек принимает Христа. И на мой взгляд, аналитически смотрю, что сегодня мало этих рожденных свыше настоящих, которые каются, и они остаются, и они жаждут, они переживают эту Божью любовь. С чем это связано? И другой вопрос, в чем залог успеха церкови служить таким людям, или в чем залог успеха, чтобы были настоящие рожденные свыше люди? Хороший вопрос. Мне кажется, существует различный сорт покаяния. есть покаяния, инспирированные Духом Святым, когда Дух Святой обличает совесть человека, и человек, обличаемый Духом Святым, сознательно презирать начинает образ жизни, в котором он находился, и он реально встречается с Богом. Вот в таком случае, это то, что мы всегда пропагандировали, извините за выражение такое, вот тогда, когда, вот поначалу, и все такое. И мы дальше это говорим и сейчас, но в погоне за цифрами покаяние превращается в некую манипуляцию. Пожалуйста, иди сюда, да, 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 ты выходи сюда, да, и ты тоже, все, все, да, и когда мы толкаем в спину человека, и говорим, тебе надо на покаяние, тебе надо на покаяние, там никакого Духа Святого нету, там манипуляция, о, 15 человек приняли Господа, 150 человек приняли Господа, стоят на границе Польши, беженцы, у которых мозги вообще заворочены, рядом стоят какие-то евангелисты, кто хочет жизнь отдать Иисусу, руки поднимите, все стоят, какие руки, какие ноги, здесь ноги были, торбы, торбы, торбы здесь, понимаешь, о чем речь идет, а это, пиар-компания, заканчивается тем, что после вот таких вот, вот таких вот криков, люди подняли, 350 человек отдали жизнь Господу, куда они отдали, вы чего, сама церковь сегодня придумала эти фейковые покаяния, за которыми ничего абсолютно не стоит. Я еще раз говорю, для того, чтобы было реальное покаяние, ты с Духом Святым должен так работать, чтобы ты только вышел, а вместе с тобой атмосфера пришла, и человек как запах вот этот духовный уловил, и грешники бы либо говорили, что ты сюда пришел раньше времени, либо как та женщина, которая бы фальши много у евангелистов, демагогии много, сельско много манипуляций в погоне за цифрами, поэтому вот такие вот, как бы сказать, выходы есть, и все. Специалисты говорят, что из десяти человек, вышедших на покаяние, если два или три человека реально будут рождены свыше, это хай-класс. А может быть просто, ну меня заставили. Плакать можно, на душевном уровне, знаешь как? Можно довести человека до слез, даже без духа святого. Я раньше плакал, когда слышал эту песню. Листья желтые над городом кружатся, талям-пам-палаба, и мне аж, ах, вот здесь, ай-яй-яй-яй-яй-яй, жизнь невозмож повернуть назад. Ай-яй-яй-яй. Почти как покаяние. Но когда дух святой работает, там вообще все другое. Вот и я, как человек творческий, знающий вот этот эмоциональный спектр, я слежу за тем, чтобы вот в прославлении или в поклонении не было фальш. Чтобы там была для Духа Святого реальная дорога. Потому что без Духа Святого мы никогда не добьемся реального рождения свыше. Ну, если мы взрослые люди, рождаются люди, рождаются люди не в том случае, когда мужчина щекочет женщину, а женщина щекочет мужика за что-то. Мало ли, какие у них эмоции. Для того, чтобы родилось дитя, необходимо серьезное совокупление. И совокупляющиеся с Господа Он сможет рождать для Царства Божьего. Ну, если говорить суть вот этого момента, дай Бог нам не фальшивить и не спекулировать вот на этих вот вещах. Вот микрофон там сзади кто-то. У нас осталось пять минут. Да, я дополню одну. Предпоследний вопрос. Может для кого-то очень будет интересно. Моему сыну двенадцать лет. Вот тринадцать будет. И он с детства в верующей семье. И мы знаете, увидели в какой-то период где-то с десяти лет началось его такое отношение к церкви, к Богу как-то отталкивающее. Мы очень сильно начали молиться с женой и переживать о разных вещах. Просто молились, посвящали. Хотя он с детства, как и пастор сказал про себя, с детства был посвящен Богу и все. Знаете, было одно из собраний и я в зал обращаюсь вот так. Говорю, кто хотел бы отдать сегодня свое сердце Иисусу? Вижу новые люди. Ты видишь людей, особенно когда они в первых где-то трех рядах, четырех сидят. Там никто. Мой сын никогда на переднем ряду не сидит. Он в это собрание под конец пришел, сел на передний ряд, поклонялся там что-то. И когда никто не выходит, он поднимает руку. Я говорю, ты хочешь отдать свое сердце Иисусу? Он говорит, да, и он выбегает на сцену. Это было не под давлением, ты должен в церковь ходить, ты должен отдать Иисусу. Это был Дух Святой. Конечно, потом он отрезвился и подумал, теперь в игры нельзя играть и вообще какие-то разные вещи. Поэтому это то, что, знаете, очень важный вопрос спасения наших детей, чтобы Дух Святой коснулся их сердец. Бездуховная церковь, вот она рождает бездуховных вот таких вот новообращенных и религия идет и все. Пожалуйста. Пастр Алексей, добрый день. Подскажите, вот сейчас вот мы, многие из нас беженцы, мы тоже с Харькова, несколько семей, с тремя детьми, и сейчас вот в общении с другими семьями у всех назревает вопрос, что дальше? И вот все в замешательстве не понимают, как действовать, оставаться на месте, ехать, возвращаться в Украину, либо переезжать в другую какую-то страну, кто-то зовет в Америку, говорят, вот христианская страна Америка, Америка сейчас открыта для украинцев. Вот вы можете что-то от себя сказать, какое-то мнение в этот адрес? Америка. Хорошо, давайте это будет последний вопрос, и мы завершаем, потому что у нас еще третье служение будет. Как мы сегодня говорили, что мир меняется, и фактор водительства Духом Святым является сейчас главным и решающим. И в такой нестандартной, при такой непрогнозируемой ситуации вопрос только Божьего водительства. Я недавно разговаривал с Виктором Судаковым. Может быть, вы знаете Екатеринбург, это Россия, и он открыто заявил Риховскому о том, что он не согласен с его позицией по поводу войны в Украине, и он складывает в себя полномочия епископа. Естественно, он попадает в черный список, ну, и я с ним связался, как черный с черным. Я говорю, Виктор, как дела, он рассказал, и самое интересное, я слушаю внимательно, вот, и проверяю, что у меня в Духе происходит. Он говорит, и вот мы с женой говорим, и жена говорит, слушай, давай, наверное, надо уезжать а я говорю, как может такой человек, как я, уезжать, если здесь нужно служить, и все. Я с ним разговариваю, и у меня внутри просто Божий голос, скажи ему, пусть едет, и чем быстрее, тем лучше. Понимаете, это только Бог сейчас эти, как бы сказать, фигуры на этой шахматной доске, только он может расставить. и я ему говорю, Виктор, вали, чем раньше, тем лучше, потому что ты знаешь, в какой ты стране живешь. Там вообще, если вот эти вот искусственные самоубийства этих олигархов уже устроили, я говорю, до тебя могут добраться. Там епископ Раткин, ну, наверное, знаете, да, он тоже вышел оттуда и все такое, он не политик, он даже никаких-то там, не знаю, в Госдуме никаких, религиозный лидер, он показывает мне, говорит, я вышел утром из дома, сажусь в машину, моя машина, красная краска вся залита, и этот Z, и это V, и все остается, это религиозная месть, и эти фарисеи еще страшнее. Я ему говорю, слушай, Виктор, мне кажется, просто тебе надо вот сейчас думать, пока есть возможность оттуда ехать. Если есть призвание, вот, например, украинские церкви, половина пасторов сейчас, да, я про новое поколение, многие выехали на запад, где нас хочет видеть Бог. Сейчас стандартных ответов вы не дождетесь, потому что, но это индивидуальный разговор и персональный разговор, где ты, например, это серьезный, очень серьезный вопрос, и этот разговор очень серьезный, дилемма, возвращаться не зад, у кого разрушены дома и квартиры, конечно, что там делать, у кого есть дом, есть квартира, там дилемма, ехать или не ехать, вопрос, ты говорил, с чего начался этот разговор, три качества лидера, первое, кто я, второе, где ты меня, Господь, хочешь видеть, здесь, там или там, я, например, в Алмате родился, и когда мы женились с Ольгой, я понял, что нам там не выжить, потому что мы были как Ромео Джилета, у него свой клан, у меня свой, если бы мы там остались, я не знаю, от нашего брака через год бы ничего не осталось, я понял, что надо оттуда ехать, я это внутри ощущал, и Бог мне показал, в Москву предлагали, под Москвой, Рига, все, я туда выбрал, поэтому я считаю, что на сегодняшний день, друзья, это серьезный экзамен на духовную зрелость, это духовный экзамен на диалог с Духом Святым, что тебе скажет Дух Святой, то мы и должны делать, к сожалению, не то, что к сожалению, ну, такова сегодня реальность, один Бог только знает, потому что тебе люди будут говорить, иди туда, другой человек будет говорить, иди сюда, а Бог говорит, а я хочу тебя видеть вот здесь, поэтому, помните, вспоминайте жену Лота, Господь пришел, говорит, уходите, тот уходит, а жена говорит, а я лучше назад, где там, кто оказался, поэтому моя позиция такова, кто-то должен быть в Украине, и я абсолютно убежден, когда 10 миллионов беженцев сегодня в Европе, кто-то должен быть здесь, Господи, в Твоих руках, наша судьба, что повелишь нам делать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...